вопрос возникает периодически вот мужское женское школе как это что тут важнее одни опираются на то что там это дело мужское потому что нужно воин нужно все время рамки выставлять а женское вроде бы как и там это мешает я как-то любую односторонность я не могу принять что дело в том что не всегда когда говорю о мужском женском и говорю о том что в современном мире одна функция которую вот ты рад по рождению получаешь она уже не вытягивается одна функция уже не позволит тебе быть там успешным в этом мире и это не к тому что мужчина стать должны стать там женоподобными женщины мужеподобными да это к тому что мужчина и женщина это еще не до человеке что человек это больше чем мужчины больше чем женщины если там глубоко в антропософию заглянуть то в принципе мы в себе носим там мужской и женский но только там с точки зрения такой эзотерического рассмотрения вот эфирное тело тело формообразующих сил она вот в мужчине женская в женщинах мужское заходили в кадр попадешь извини и можно иди мы же даже свободны но домашние телевидение вот мы тут клин витальнии попали в кабинет арендовали но за этим столом здесь происходит обычный интернет коллегия наш совет который собирается обсуждает важные вопросы управления стратегического направления в школе и не надо сказать что вот мы сейчас здесь лена взад вперед прошла это такой вот образец и вот человек который и рамки может вот человек кричать не умеет в принципе но ранки там в классах есть дети которые у нее занимаются испытывают глубокий интерес к тому предмету который она ведет и вот как раз я думаю что во многим успех там нашей школы самарской вальдорск он связан с тем что вот лена в себе несет вот качество как мужские так и женские вот мужской и женской она самая по простой знаете разделяется как вот этот женский жест сохранить то что есть семейный очаг вот этот мужской жест это надо двигаться дальше двигаться дальше это разрушить но когда ты двигаешься дальше ты оставляешь что что там уже готово и добиться дальше тебе надо гранится эту разрушить ну как говорят лучше хорошего и не всегда так границу разрыва и что может быть лучше но если ты этого не сделаешь то и никогда лучше не будет а будет так есть. И вот у женщины вот это вот, а у мужчин вот это. И эти жесты, жест Венеры, жест Марса, он должен вырабатываться сейчас каждым человеком. И вот если там внутри человека мужчина, эфирное тело женское, а физическое тело мужское, то в женском наоборот, эфирное мужское, женское, физическое. Ну и надо сказать, что когда говорят, ну не говорят, а как вот в аналитической психологии, в психоанализе Фрейда, там есть речь о том, что у каждого там внутри мужчины есть женщина, а внутри женщины есть некий мужчина, который там живут и требует какого-то отношения специального. То есть вот это мы несем в себе, эту двуполость. И нам надо научиться быть как с жестом сохраняющим, так и с жестом движения дальше. Вот к вопросу о рамках в школе, ну это Колин Янг давно хорошо так и внятно проговорил, что вот вопрос рамка иногда это называется дисциплина. Ну дисциплина, это вообще не существует вообще, как таковая, говорить о дисциплине это бессмысленно. Дисциплина она напоминает линию между потолком и стеной. Мы периодически говорим, когда пытаемся отделить мир реальности от мира мыслей, мира идей. Вот тогда детей спрашиваешь, а вот линия она существует или нет? Да, где? Ну вот, вот там вот, вот здесь вот потолок, стена и вот между ними линия. Мы же понимаем, что вот это потолок, а вот это стена. А что такое линия? Ну уже там даже в третьем классе могут так сказать, ну да, конечно, действительно, линия она где? Она у нас в голове, по-простому дети говорят. Так вот, дисциплина это та же самая линия. У нас есть некое содержание, которое мы должны дать, и форма, как мы это даем, метод. И вот надо думать о методах и о содержаниях, о том, чтобы содержание соответствовало возрасту и отвечало на внутренний вопрос детей. И методы соответствовали возрасту и соответствовали внутренним запросам детей. Говорят просто о дисциплине. Ну, извините, но это говорить о линии, которые там, ну, можно это абстрактно, но в реальности у тебя будет форма и содержание, в реальности у тебя будет потолок и стена. О линии это мы будем думать об этом, там, ну, мыслить что-то о ней, там, можно сочинять о дисциплине, правила, дисциплине, много можно сочинять, да, законы, но, по сути говоря, это уже продукция такая абстрактная. Поэтому заботиться надо о форме и о содержании, если мы говорим о рамках. Мужское, конечно, вот это движение вперед, и ребенок, поскольку развивается, он переходит из одного состояния в другое, по сути говоря, он своему, ну, личностному развитию, и повторяет там отчасти развитие всего человечества. И поэтому вот это стремление, это, конечно же, жест такой достаточно мужской. Но опять, в отсутствии женского жеста вот этого, ну, я как сам переживал, вот я работал два раза классным учителем, и все-таки периодически ко мне заходила там Лена и помогала как-то вот, ну, там даже в классе как-то обустроиться, помочь там создать некий уют, или как-то, ну, задать какие-то вопросы о том, что позволит создать определенную атмосферу в классе. Потому что когда мужчины одни, то у нас получается, конечно, там порядка вообще, ну, такой вот, вот этот жест ласк, там, вот эта укрывистость, а он отсутствует. Хотя я помню, там, ну, там дети про меня тоже говорили, что Сергей Петрович, он нам и папа, и мама. Ну, так, конечно, можно. Но все-таки я как ни поворачивал, был больше папой, да, это резче, жестче, быстрее. А иногда нужен этот жест. Ну, в принципе, этому жесту тоже надо учиться всем. Потому что без него с детьми, с маленькими детьми просто невозможно. Он жест к защите, он должен быть. И надо сказать, что проблема в том, что когда вот женщины пытаются исполнить роль мужчины, они, ну, начинают это как-то так действовать напрямую. И потом не могут от этого образа отцепиться. Или мужчина, сделав этот жест, их там, они могут как-то, если сильно в этом задерживаться, то получится что-то такое, ну, как сказать, женоподобное. И то, и другое плохо. Вопрос, что ты сделал этот жест, он сыграл свою роль. Потом ты понимаешь, а вот в данный момент нужно вот это сделать. И вот умение вот эти роли переключать, это сейчас важнейшая вещь такая. И, в принципе, учителям надо это учиться делать. И просто на семинарах, я думаю, надо учить вообще. Вот это женское, вот это мужское, оно вот так проявляется в уроках. И тогда мужчинам надо понимать, когда нужно какой-то запустить туда женский элемент, жест охраны, защиты такой. А когда мужской элемент, это тоже женщины должны понимать, что когда долго вот это тянется коллегия, бесконечно, там, 4, 5, 6, 7, 8, 9, уже 10, уже никто ничего не соображает. Когда женщины все обсуждают, обсуждают, а мужики уже все разошлись, или они вообще в коллегию не ходят, потому что невозможно вынести бесконечно эти разговоры, которые, а если вот так, то будет вот так, а если вот так, то будет вот так. Надо понимать, что тогда и женщины могут так, мы плаваем, это уже что-то такое, уже не столько женское, сколько бабское. Это бесконечный разговор. Нужно поставить точку, и тогда женщина, если она на пути развития, она тоже может сказать, так мы должны остановиться, давайте принимаем решение, какое бы оно ни было. И это вопрос, дело в том, что то, о чем я говорю, это практика нашей школы. Я говорю, что здесь вот там есть учителя, которые и то, и другое умеют делать, и эти жесты, и вот эти жесты, находясь в обеих ипостасях. И надо сказать, что это только добавляет, а не портит. И еще там вот в вопросе, который был задан, вот там, Саша его читал, достаточно длинный, и там есть момент, что у детей есть интерес к предметам, у них есть активность, энтузиазм. Но в таких случаях говорить о каких-то рамках, мне вообще непонятно. Потому что главная цель, чтобы у ребенка открылся энтузиазм, он захотел это учить, и тогда он это выучит даже без меня. Если я сумел это сделать, это все. То пусть Ор ставит, пусть все бегают, рамки, такие рамки. Мне непонятно вообще, о чем можно говорить, если дети что-то хотят, и главное, как результат, они умеют. Все остальное, вот мне как, у меня, да у меня что-то только не происходило в классе, я не знаю, что мы там только не делали, что понимать под рамками. Но если результатом этого является, что дети хотят это учить, им это интересно, и они это делают, и мы можем прийти посмотреть, и они что-то показывают, как результат, то тогда говорить о дисциплине, я даже не знаю, я говорю. Дисциплина не может быть самоцелью. Она как продукт того, что у нас хорошая форма, содержание, все соответствует. И тогда там происходит, ну как-то художественный беспорядок, но он художественный, у него должна быть какая-то гармония. Ну обычно тогда говорят рамка, когда учитель говорит, а его никто не слушает. Ну тогда чего о рамках говорит? Метод неправильный выбран, содержание не то. А если там шумный, ну надо думать, что там говорили, когда упоминали какие-то рамки. Субтитры сделал DimaTorzok